Доктор экономических наук Они недавно прошли Оправдались ли ваши ожидания По поводу партии В том плане какое место вы заняли Ну и да и нет Да потому что я провел по области Около двухсот встреч Из них больше половины Встречи это были полтора часа Два, два с половиной часа Я проехал большинство районов Люди очень охотно шли на встречи Зная что я представитель КПРФ Первый секретарь КПРФ Часто перерастали в собрания Я увидел в общем то Ностальгию возрастающего народа К нормализации жизни Надоело мучиться Я вот говорил об этом уже На передачах Радиопередачах Хочу сказать еще вот около двухсот встреч Это были и в залах Это были и на почте И в магазинах И в мастерских Я ни одного не встретил Сторонника единой России Иногда вы знаете Есть такие приемы Наоборот начинаешь задирать Думаешь какой-нибудь сторонник встанет И разговор будет интереснее Просто интереснее разговор Тут можно за, против Все привести Ни одного даже Скажу что работники администрации Муниципальных образований Не пытались вставать И в чем-то защищать Потому что я всегда конкретен Предметен на экономических цифрах На расчетах все привожу А не на эмоциях В этом плане да Что поддержка нашей программы И нашей команды Я приводил кто у нас входит в команду Правительство народного доверия Она резко возросла Именно то что мы предлагаем Где взять деньги И на что их в первую очередь потратить Ну конечно результат Он просто можно сказать дикий Ну вот я приведу скажем Ну Александр Невский Был в этом районе Но я тоже не встречал Особенно сторонников Результат 80% Вот вы как эксперт Тогда по экономическим вопросам Скажите Если ситуация обвальная Не так давно В Думу был внесен бюджет На ближайшие три года Да И как она будет развиваться Эта ситуация Действительно ли все пойдет На спад Или у граждан все-таки появятся Какие-то возможности Для лучшей жизни Вы знаете Буквально два дня назад Никогда так поздно бюджет не вносили Вносили первому сентября Вносили к первому октября Сейчас 28-е Под воскресенье И меньше месяца дали на изучение Чтобы сразу его принимать А это 11 тысяч Странит цифр Это очень тяжелый бюджет К сожалению Все наши прогнозы И все наши расчеты Они получают подтверждение Государство еще больше уходит Из всех Ну вот только что был День работников сельского хозяйства И я с большим уважением Отношусь к этому Очень тяжелому И я бы сказал Неуважаемому Со стороны государства Труду С точки зрения Оплаты труда И условий жизни Значит На начало этого года В бюджете Было заложено 237 миллиардов рублей На сельское хозяйство Ну вот такая цифра Потом в течение этого 16-го года Правительство Ситуация сложная На 20 миллионов Миллиардов Урезаем Урезали 220 миллиардов На будущий год На 17-й год Еще урезаем Будет 204 18-й 197 То есть все Выбрасываем 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 Откуда же Возьмут у нас Все продукты Вот в этом году Урожай зеновых И кукурузы Как хорошо Это здорово Это хорошо Когда Когда это есть Перешло в деньги В кассу Дело в том Что у нас сейчас Во всем мире Рекордный урожай Зерновых Рекордный И цены падают Очень сильно На кукурузу То же самое падает То есть Ну произвели А дальше Эта цепочка Где она Где Где ее храним Кто перерабатывает Вот тут говорят Сейчас правительство России Что у нас Перепроизводство Зерна Ну я сразу Так как человек Или не так экономит Говорит Ну ребята Хорошо Если перепроизводство Зерна А почему хлеб Не дешевеет И хлебобулочные изделия У нас зерно Всегда Это фуражное зерно Словно мясо А почему мясо Наше не дешевеет Если перепроизводство Все это должно же Дешеветь Говорят Мы за границу Будем поставлять Но цены там упали Так что в этом плане Очень сложно Дровоохранение Можно взять Я вот специально Поскольку прям буквально С пыложар Мы все даем Это вопрос Два дня всего Я вот взял Смотрел Здравоохранение С 15 по 19 Значит Пять лет подряд Государство сокращает Федеральные расходы На здравоохранение Тоже сокращает Да Причем Значительно И так же будет продолжаться Вот сейчас Три года До 2020 года Полностью будет идти И до 2019 Уже бюджет Внесли Вот в 2015 Год было 516 миллиардов А в 2019 360 миллиардов У меня цифры все Передо мной Я просто не буду Их называть 18% Федеральной биржи Берет на себя Расходы здравоохранения Основное все Отдает фондам Отдает фондам Как вот это вот тогда Можно объяснить Что все сокращается И сельское хозяйство Здравоохранение ЖКХ Наверняка тоже Чтобы ничего не сокращать Надо развивать Собственную экономику Это раз В первую очередь Деньги растут Только на производстве Второе Надо вернуть деньги Наши условия Стать для бизнеса Вернуть деньги Из-за границы Я вам подчеркиваю 6 триллионов рублей Только в Америке Лежит Надо создать Государственные банки Куда деньги уходят И исчезают Мы всем И христианам И здравоохранению Все прокачиваем Через банки Деньги Даем в банки А дальше банков Они в реальный сектор Совершенно не идут И ведь до чего договорились Ну это же вообще Я вот вам Сейчас вашему режиссеру И вам показал Вот здесь с собой документ Это из Государственной Думы Он был В ту бытность Когда я еще был Членом Депутатом Был Государственной Думы А сейчас Его уже в виде закона Оформляют Значит предлагают Поднять акцизы На водку Пиво Вино Все алкогольные продукты Табак Сигареты И так далее И за счет этого Эти вырученные деньги Потратить На финансирование Здравоохранения Ну это вообще Я не знаю что Значит получается Вообще Ну дикость такая Чем больше пьем Чем больше курим Тем лучше для бюджета Района И города И области Ну это же самоубийство Да Владимир Николаевич Если еще можно Сельское хозяйство Здравоохранение Как-то обсуждать То ЖКХ Это вообще загадочный вопрос И для самих жильцов Мне кажется И для властей Тоже Что там происходит Вообще И как это все будет развиваться Значит как и здравоохранение В образовании Линия четко Та же самая Уход государства Из этой сферы В надежде на то Что придет Частный инвестор Остаются два варианта Первое Это все-таки Ждать Что прибежит Частник Инвестор И вдруг Откуда-то возьмет деньги Начнет все ремонтировать Все будет блестеть Все будет работать Тепло Вода Дворовая территория И так далее Что конечно невероятно И второй вариант Это дальше Есть карман государства Что и будут Тарифы Опять рост тарифов И плюс дополнительные налоги Хотя это не налоги Налог на недвижимость Так скажите Если все-таки Такой бюджет В этом виде В котором он сейчас есть Будет принят Что ждет Среднестатистического Гражданина Через три года Вот в каком состоянии Он будет жить С доходами С налогами С различного рода Оплаты коммунального хозяйства Как он будет жить Ну Наша фракция Я заранее Я готовлю записку Тоже как У нас не только Я один Там нас экспертов Большая группа С разных углов Рассматриваем этот вопрос И там кстати Не только коммунисты Там довольно много Людей Ну просто специалистов Специалистов И мы здесь В общем-то Показуем Что этот бюджет Еще сработает Страшной деградацией В том году По официальной статистике Число бедных В России На Ватраслод Почти что На 5 миллионов Человек Это ниже Прожиточного Минимума Вот и делайте вывод Что будет людям То есть при такой ситуации Из здравоохранения Уходит государство Из образования Уходит Из ЖКХ уходит Из сельского хозяйства А это цены Уходят Тут возникает вопрос Или сознательно Толкают народ К бунту Вот хотят Чтобы этот бунт Поднялся Да Или просто Расчищают Россию Для Запада Не будет народа Бери Но есть программа Есть наша программа Мы о ней во время выборов Говорим Как ситуация Не безысходная И вот 6 ноября Воскресенье Мы еще раз будем Об этой программе Говорить На площади победы Без 15-11 И надеемся Что все-таки Будет много народу И наш голос Дойдет до тех Кто будет голосовать Не только в Москве В том числе Рязанские депутаты А голосовать Такой бюджет нельзя Но и в Рязани При разработке бюджета Тоже будет уделено Больше внимания народу Простому народу Спасибо вам за встречу Я надеюсь Что соберутся На вашем мероприятии Люди Это наше общее Жить надо всем Не важно какой-то партийности Есть 3 раза в день Хотя бы надо каждому Да и крышу над головой Иметь Да и тепло Поэтому я очень надеюсь Власти услышат тех Кого много Спасибо вам Владимир Николаевич Спасибо За то, что вы пришли До свидания Всего доброго Это была программа Городские встречи Увидимся с вами в эфире Или на нашем официальном сайте Город62.тв До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова